Дамы и господа, здравствуйте, шалом, шалом лекулам, здравствуйте всем, забыл уж как по-краински, доброго вечера, доброго вечера, я приветствую всех из Дишковицы, мы ведем нашу трансляцию на весь мир через интернет, с пятого, шестого конгресса, конференции, седьмого, четвертого, ну ладно, круглим до десяти, конференции Бны Ноах в Дишковице, значит у нас опять-таки, Бны Ноах, они очень близки к евреям, Бны Ноах, круглим на иудим, чувствуется влияние, и поэтому есть понятие еврейское время, поэтому то, что все приходят, как приходят, это нормально, есть известная шутка, которая на самом деле не только шутка, которая следующая, есть английское, немецкое, еврейское время, английское время, это когда люди договариваются на время, приходят секунду в секунду, это английское время, немецкое время, это время, когда люди договорятся на время, приходят за полчаса раньше, стучат мне в дверь, Я только скажу, что я пришел. В реальной жизни и не только в других еврейских общинах. Поэтому я чувствую себя как дома. Вы приходите по-еврейски. Поэтому мы еще будем говорить разные приветствия. Сейчас вы услышите приветствия из Иерусалима. Организация, которая занимается всеми наахидами во всем мире. От Бразилии до Индии до Тайваня. Мы Бразилии, от Тайван до Рыгода. Поэтому я сейчас увеличу экран, разверну компьютер. Вы можете подойти и послушать. Кто не услышал, Леся перескажет. Поэтому я разворачиваю... Ага, своими словами. Я разворачиваю компьютер. И, пожалуйста, Натан Дыхалов. Привет. Всем привет. Я надеюсь, меня видно и слышно. А ты можешь чуть камеру опустить, чтобы я видел народ? А, да. Вот, замечательно. Нахама, привет. Всем остальным тоже привет. Да, слышно? Нормально? Подтвердите, слышно? Нахама, слышно? Слышно? Окей, замечательно. Географически я с вами очень удален. Но, с другой стороны, очень близок. Я разговариваю из Малая Думе. Это такое замечательное место, которое находится где-то в районе, не знаю, 15 километров от Иерусалима, по пути к Мертвому морю. Меня зовут Натан Бар. Я живу в Израиле вместе с семьей. Где-то уже, наверное, 34 года. Мы приехали в 87-м году. Большую часть, то есть практически все время я живу в прекрасном месте Малая Думим. В организации Бриту Лам, которую проводит Рафу Решерке, я думаю, что я порядка 8 лет. То есть те годы, за которые, как бы, в основном произошли те изменения, которые есть на сегодня. Вот. И я, то, что я хотел бы сказать, на самом деле... Погромче? Да. Окей. То, что я хотел сказать, это как бы в нескольких просто фразах описать нашу деятельность. Ну и, может быть, самое главное, это подчеркнуть отличие нашей организации от многих других. Насколько я понимаю, хотя я очень давно не был на русскоязычном пространстве, а в основном, даже не в основном, а все время это только связь с людьми через интернет, через Zoom и так дальше. Но я думаю, что я не ошибусь и скажу, что в последние годы или в последнее время, в общем, тема в Нейнох, тема неевреев, которые хотят приблизиться к иудаизму, как бы жить в соответствии с еврейскими законами, при этом не делая геюра, эта тема стала достаточно актуальна. То есть то, что раньше, 8 лет назад, когда мы только начинали, это было очень экзотически, никто не хотел слушать, большинство как бы относилось, особенно на русскоязычном пространстве, относились к этому очень скептически. Сегодня, насколько я понимаю, эта тема очень востребована. Вот, Нейнох занимаются практически все, и как бы с точки зрения организации и направлений, и Хаббат, и Брэцлав, и Литваки, ну, то есть как бы практически все занимаются неевреями, есть только очень как бы меньшинство, которые отрицают это, а это как бы не основное направление. Поэтому, мне кажется, важно, для того, чтобы народ понимал, объяснить, в чем как бы особенность и специфика, уникальность вот той организации Бриту-Лам, в которой я работаю, которую мы представляем, ну, и которая как бы вот организует эти замечательные семинары, и вообще как бы Радзеев, вот эта ваша община. Смотрите, я думаю, что есть, ну, вот я себе как бы написал три основных пункта. Прежде всего, как правильно сказал Радзеев, Бриту-Лам – это организация, которая занимается не только русскоязычными, неевреями, Нейнох, а занимается вообще-то и во всем мире. Это как бы находит свое выражение в самом названии этой организации, а именно Бриту-Лам, а именно Закон Вечный, либо на иврите Олам – это и Вечный, а с другой стороны, это как бы то, что называется международный, вселенский, как угодно. Поэтому мы занимаемся, вообще говоря, нуахидами из всех стран. Конкретно у нас есть такие развитые отношения, вот я себе написал, основные, ну вот как бы языковые отделения, которые существуют наряду с русскоязычным отделением. Это англоязычное, испаноязычное, франкоязычное, понятно, под каждым из этих языков есть как бы несколько стран, правильно, которые говорят, то есть даже как мы говорим, русскоязычное отделение, оно включает вообще, говоря, на десяток стран, в которых как бы люди, основной язык, он русский. Есть немецкое, да, отделение, это как бы основные. Значит, Бриту-Лам, Бриту-Лам, в отличие, может быть, от других, ну или в осяком случае с большим акцентом, да, мы занимаемся, поскольку во главе у нас стоит такой, как бы, скажем, идеолог нуахизма, Бнейнох, Рафу Ришерки, для него это как бы центр, это столб как бы его идеологии. Бриту-Лам как организация, это тоже специфически, это интересно, Бриту-Лам как организация стоит из двух как бы частей. Одна часть – это израильская, а именно Рафу Ришерки, он проводит линию на углубленное изучение Тора, на изменение отношения в израильском обществе к иудаизму, это приближение к актуальным вопросам современного Израиля, отвечает на ключевые моменты, но при этом подчеркивается, что изучение Тора на высоком интеллектуальном уровне, которое включает, ну как бы это по-русски говорили, достижения науки и техники, философию и как бы минимум ограниченности, максимум вовлеченности в израильское общество, встреча с нерелигиозными и как бы декларируется максимальное влияние на израильское общество. Это как бы иврит-язычное отделение, но при этом, при этом и в этом иврит-язычном отделении есть тоже такая тема, а именно вовлечение израильтян в тему ноахизма, в тему бнейнох, специальные курсы есть для израильтян, которые хотели бы, и они уже, они проводятся, вот есть выпускники, которые хотят понять, которые хотят узнать, каким образом Израиль, и они конкретно могут помогать народам мира, могут осуществлять ту задачу, которая возложена на Израиль, нести свет народам мира, приближать их к Всевышнему. Это часть как бы ивритская, израильская, а кроме того, вот это вот часть состоящая из разноязычных отделений, в том числе и русскоязычных отделений, которые занимаются ноахидами во всем мире. И вот я думаю, что вот это вот такая уникальность, а именно совмещение не только организационное, но и как бы концептуальное, идеологическое в одном месте и израильского с одной стороны, и универсального, всемирного с другой стороны, это является как бы одним из центральных моментов как бы нашей идеологии, нашего мировоззрения, мировоззрения Рава Шерки. Значит, при этом надо сказать, что Рав Шерки, он на сегодняшний день известен тем, что на иврите он издал десятки книг, которые стали ну как бы современной классикой, которые переводятся на разные языки, изучаются, трактуются, у нас есть занятия, мы пытаемся как бы на русский язык перевести, объяснить, трактовать, вот, а кроме того, он издал на сегодняшний день два монументальных произведений, из, так можно сказать, две монументальные книги, вот, которые в известной степени они как бы определяют жизнь Нуахида во всем мире, являются теми вот ключевыми как бы позициями, которые мы как можем распространяем на всех языках, а именно это специальный молитвенник для Бнейнох, я думаю, вы, наверное, его видели, который называется молитвенник для Бнейнох, он называется Бритулам, вот, и вторая книга, которая вышла, это Шурхан Арух, а именно практическое руководство по, как бы, реальному применению еврейских законов для неевреев в обычной практической, как бы, жизни, называется Бритшалом, вот эти две книги, они переведены сегодня на 12 языков, мы их распространяем как бы во всем мире, окей, поэтому еще раз подчеркиваю, вот, с одной стороны связь, как бы, с Израилем, с израильтянами, с другой стороны связь во всем мире, и в третьем, в третьем, это попытка создать для неевреев такую некоторую рамку, в которой люди могли бы правильно жить и существовать, не будучи, не будучи евреями, да, вот, я просто сейчас хочу зачитать на сайте Бритулам, на русском языке бритулам.ру, вот, я там так с помощью товарищей написал принципы деятельности организации Бритулам, по-моему, они как бы отражают действительность, а именно, организация Бритулам под руководством Равина Уришерки предлагает неевреям правильный жизненный путь с точки зрения еврейской традиции Торы, ознакомиться с семью заповедями, принять декларацию ноахида, наверное, часть из вас уже приняли декларацию ноахида перед еврейским религиозным судом Бэйдином, то есть, как бы, официально стать ноахидами, жить и молиться по шулха на руху, это вот книга, про которую я говорил, и также седура, молитвник для бна и ноах, изучение Торы на высоком интеллектуальном и духовном уровне, это означает, что у нас есть развернутая система на всех языках, в особенности на русском, да, это изучение Торы еврейской традиции как для евреев и так специально для неевреев, у нас есть порядка 10 еженедельных курсов, да, онлайн, которые мы проводим в течение уже как бы многих лет, есть огромное количество записей, огромное количество материалов, все это должно способствовать, как бы, людям, для того, чтобы они продвигались, кроме того, вот, как бы, как бы с вашей помощью, тоже есть, что мы говорим, что у нас есть возможность проведения хупы, свадебной церемонии для Бнейнох, все мадмиавы и стрим, но, тем не менее, сохранение, установка памятники для Бнейнох, да, а также, также тоже достаточно уникальная вещь, это присоединение к существующим общинам Бнейнох, как на русскоязычном пространстве, вот сейчас как раз я начал заниматься тем, что я предложил на русскоязычном пространстве, людям, которые хотели бы познакомиться, поскольку в России есть определенная проблема создания, как бы, общин, их официальная регистрация, но хотя бы, чтобы люди могли на уровне личном знакомиться, вот уже больше ста человек выразили желание, дали свои данные для того, чтобы как-то сорганизоваться в разных городах, объединиться и так дальше, окей. Второй момент, который я хотел бы подчеркнуть про Брит-Улам, может быть, я это уже упоминал, но тебе не хочу сказать еще один раз, не только организационно, как я объяснял, что Брит-Улам состоит из иврит-язычного израильского отделения и, скажем, отделения международного на разных языках, в том числе русский, кроме, не только организационно, а концептуально, тема Израиля, тема Иерусалима, тема сионизма, тема возрождения Израиля возвращения евреев как залог возвращения пророчества, как залог возвращения народа к Торе, является центральным стержнем идеологии мировоззрения Равина Ури-Шерки и, соответственно, организации Брит-Улам. Поэтому наша связь с Израилем, она выражается в том, что большинство из нас, преподавателей Торы, находятся физически в Иерусалиме, либо находятся в Шлихуте, а именно в послании, как находится Равзейф Рубинс. При этом мы осуществляем связь с общинами и так дальше, но тема Иерусалима, тема центрального государства Израиля, которое такое, как оно есть, но тем не менее или с нашей помощи, с вашей помощи мы его стараемся усовершенствовать, чтобы оно больше соответствовало идеалам пророков и так дальше, но тема Израиля является очень важным. Я думаю, что этого вы не найдете либо в меньшей степени, либо вообще не найдете, либо найдете в отрицательном контексте у других, скажем, в кавычки соперничьих организаций, с юмором говорю, но тем не менее, Хаббат, Бреслов и так дальше, Харидим, у нас это не так, Израиль это наше центральное место, без Израиля ничего не существует, в том числе наша деятельность и в Дышковице, и в других местах. Так мы считаем, так мы верим, так мы живем. Теперь дальше, третий момент и последний, он для вас будет самый понятный и очевидный. С вашей помощью мы говорим, что в Бриту-Лам вот есть замечательная, уникальная община людей Бнойнох, которые организовались, живут и которые как бы на деле воплощают вот те самые принципы, о которых я говорил, которые я перечислял, а именно жизнь по Торе, жить правильно, жить в соответствии с еврейскими законами, для неевреев, правильный жизненный путь, вот это осуществляется как раз в вашей общине. Мы очень надеемся, что этих общин станет со временем больше, мы очень надеемся, что эти общины, несмотря на языковые барьеры, во всем мире они будут общаться друг с другом. У нас сейчас стоит на повестке дня то, что откладывается в течение нескольких лет из-за коронавируса, а именно уже пару лет назад был как бы запланирован и должен быть осуществлен первый всемирный съезд Бнойнох в Ярусалиме под эгидой Бритулан. К сожалению, это откладывается каждый год, но вот мы надеемся, что в сентябре это произойдет. Непонятно, какая ситуация, но будем надеяться, что это будет. Во всяком случае, Рафу Ришерки должен был лететь в Испанию, должен был лететь в Америку. Ну, как бы заканчивая свое это выступление, может быть, предоставляя возможность у кого-то есть, кто-то захочет задать какие-то вопросы, хотел сказать, что, может быть, находясь в том конкретном месте, в котором вы находитесь, вы это не очень ощущаете, но я вам могу это сказать, что это 100%. А именно, есть, не побоюсь этого слова, совершенно грандиозное обращение неевреев в сторону Израиля, в сторону Иерусалима, в сторону евреев. Трудно переоценить то, что происходит во всем мире. Есть огромное количество, огромное, не сотни, не тысяч, а гораздо больше людей на испаноизвичном пространстве. Вся Латинская Америка. Практически каждую неделю у нас проходит доединах десятки людей, декларируют, что они на инох, мамаш, то есть именно со слезами на глазах. Я не знаю, как это сказать. Рады выразают свое ликование по поводу того, что вот их надежда, мечта о том, что как-то присоединиться к еврейскому народу, понять Тору, понять замысел Всевышнего. Вот, он осуществляется. Огромное, совершенно точно так же движение бне инох, которое находится на англоязычном пространстве, в франкоязычном пространстве, в немецкоязычном пространстве. Что я хочу сказать, что каждая община бне инох, она себя рассматривает как ковчег. Вот ваша община в Дышковице это некоторый ковчег. То есть вы плывете среди огромного, не то что даже не еврейского, христианского, еще какого-то мира, вы являетесь некоторым ковчегом, который оплощает замысел Всевышнего. Но при этом вы должны понимать, как вот есть флотилия, нох был один, правильно? Был один, всех как бы утопили, растворили, а нох был один, вообще не знал, что происходит. А в отличие от ноха, да, вы должны понимать, что у вас ситуация другая. Вы находитесь во флотилии, не знаю, эсминцев, эскадриль, кого угодно, вот этих ковчегов, которые плывут по всему миру. И вот наша задача, в частности, моя задача и остальных тоже заключается в том, чтобы развить каждый ковчег в отдельности, привязать его к главному месту, к Израилю, к Иерусалиму, вот, и связать эти ковчеги меру собой, потому что у нас во всех есть одна главная задача, а именно улучшить этот мир, приблизить его ко Всевышнему, к Всевышнему и общими силами сделать так, чтобы людям стало лучше жить. Ну вот, как бы, на этой радостной ноте. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я с радостью готовлю. Любые вопросы. Вопросы, сейчас, вопросы. Народ, вопросы надо обязательно задавать, потому что иначе непонятно. Меня вообще не слышали. Это по еврейскиву. Есть такое понятие вообще вот еврейской традиции, что если вопрос не задан, то тема вообще она не изучена. То есть, как бы, если вопроса, если вопроса нет, то мы идем. У меня вопрос. У меня вопрос. Назови коротко, пожалуйста, страны, просто название стран, где вот есть группы в Мернох. У меня есть шлина именно в России. В России? А вот там, если есть в России, то даже я, который знаю, не все знаю. А шлина измеденот в Мернохе. Смотри, а если, скажи мне, если я сделаю шер, его будет видно или нет? Надо постараться. Лучше сказать слух. Да, сейчас, сейчас скажу и покажу. Не, так не видно. А, не, не видно. Смотрите, перечислить города и страны в русскоязычном пространстве либо нерусскоязычном? страны на глобусе. А, на глобусе. Окей, смотрите, есть практически во всем, во всей Америке и на восточном побережье и на западном побережье очень большие общины БННО. Зачастую это происходит не только как отдельные, а надо понимать, как я себе представляю, что на западном пространстве и в Америке вот люди могут с погодной как бы власти не препятствуют соорганизовываться, как бы создавать общины, нет проблем. Поэтому, поэтому у них это гораздо более организовано, чем, скажем, на русскоязычном пространстве. Зачастую ситуация такая, что пастор, комар или какой-то руководитель христианский, да, вот, он, ну, как бы, скажем, отходит от христианства, у него начинают возникать как бы сомнения, он начинает искать настоящие источники Библии, Торы, вот, приходит, вот есть известный случай про общину, по-моему, в Колорадо, вот, где такой человек, он повел за собой общину в 300 человек, вот, и существует огромное количество людей по всей Америке, как я сказал, в Латинской Америке, в Латинской Америке, это Уругвай, это Аргентина, Бразилия, очень много, я думаю, да, вот, Раб Беринбоем, он наверняка может сказать, как бы, у него гораздо больше фактажей и материалов он этим занимается специфически, у меня такое ощущение, что, скажем, вот эта вот тема разбросанных еврейских колен, это тема еврейского изгнания, и то, что после изгнания из Испании евреи как бы разъехались, разошлись, разогнались в разные старые Латинской Америки, да, и они оставались там, и в очень многих семьях остались какие-то предания, остались какие-то связи, да, вот, потомки евреев, которые были насильственно обращены в христианство, Анусим, да, Мараны, очень многие из них, мне кажется, мое ощущение такое, что современный Израиль это некоторый факель, это некоторый лапит, который осветил все это пространство, и очень многие люди, которые как-то сохраняли какие-то воспоминания, предания у себя в семье, но, в общем, не очень понимали, как с этому соотноситься, но вот, как бы, возникновение существования и развития государства Израиля в том виде, в котором оно есть сейчас, по-видимому, для многих этих людей это просто какой-то призыв, символ вернуться к их еврейским корням, потому что очень-очень часто те люди, которые, ну вот, приходят делать декларацию, да, они очень часто описывают ситуацию, что у них в семье есть предание, предание о том, что кто-то был еврей, бабушка, прабабушка зажигала свечи, то есть какие-то вещи, которые связаны еврейской традицией, это то, что касается испаноязычных, то, что происходит в Европе, это тоже понятно, Рафзеев Рубенс может сказать, да, Европа, которая переживает огромный кризис христианства, очень-очень многие люди, да, они с одной стороны отошли от христианства, да, или вообще даже родились и не были в этом, но переживая тот кризис западной культуры, который есть, отсутствие или потеря как бы моральных ценностей, постмодернизм, вседозволенность, они обращаются к евреям, они хотят быть в Найнох, очень много во Франции, очень много во Франции, ну и потом, конечно, смотрите, мы не говорим про совершенно огромные цифры, да, которые находятся в Японии, которые находятся в Китае, мы сделали, мы сделали, я как бы сделал верстку, я в этом как бы читать по-китайски пока не умею, да, есть люди в Китае, которые в Найнох, которые, несмотря на как бы коммунистический режим, который там есть, тем не менее, да, В Турции мы совсем недавно перевели, сделали Шулхан. То есть я не перевел, я получил просто перевод. Из Турции. Есть, 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 начинается в мусульманских странах. Есть специальное отделение, которое занимается людьми в Иране. Людьми в Иране, которые тоже хотят быть бнынох. Смотрите. Опять же, Раб-Берин-Бой может рассказать гораздо более экзотические, интересные вещи про Африку. Есть огромные общины в Африке. Наш, как бы, председатель, если так по-русски это говорится, Раф Хайм Гольберт, он в свое время до короны ездил в Южную Африку. Там целая община людей, которые вообще есть, если уж не, как бы, не евреями, не бнынох, они запрос считают евреями. Есть огромный-огромный потенциал, правильно? И надо тоже понимать, что мы, как бы, не занимаемся тем, что строим империю, да, и нам важно, вот, еще миллион людей, еще миллион людей, еще миллион людей. Я думаю, я правильно скажу, что наша главная задача – это дать людям правильный путь, определить для них рамку, а именно дать четкое определение, что такое евреи, какие задачи у евреев, что такое не еврей, что такое человек, который делает или хочет пройти ги-юр, что такое люди, которые бнынох, для того, чтобы эти вещи, они были понятны и, как бы, соответствовали действительности, скажем так. Окей? Веселый вопрос. Я хотела сказать «Колорадо». «Колорадо» название «Колорадо»? Знаете, знаете, что, если кого-то волнует какой-то, во-первых, есть карта, короче говоря, пришлите мне мейл, я вам пришлю, есть карта общин международная, как бы, да, и кроме того, есть действительно список общин в каждом городе. К сожалению, к сожалению, сейчас, сейчас из-за короны мы физически с ними меньше связаны, мы не можем ездить, мы не можем их навещать, но через интернет, связанный практически со всеми, есть огромная-огромная-огромная работа. Окей? Смотрите на русскоязычном пространстве, чтобы вы себе понимали, какие размеры бедствия, это я в кавычках, да, да, говорю, о каких цифрах идет речь. Я думаю, надо правильно понимать, на сегодняшний день вот количество людей, да, которые русскоязычных, которые являются постоянными участниками, как бы, нашей деятельности, это порядка 200-300 человек, которые активно участвуют в наших занятиях. Есть порядка 500 человек, которые либо сделали декларацию, либо хотят сделать декларацию, да, дальше. Есть, есть, например, на сайте, на YouTube, то есть подписан на YouTube Бриду Ламп, подписано больше 3000 человек. Это означает, что 3000 человек, они, как бы, выразили, что эта тематика, она для них является, как бы, важной. Окей? Наш сайт, наш сайт посещает порядка 200-300 человек каждый день. Значит, из этого вы можете понять, что порядка 5-6 тысяч человек, да, посещений, есть каждый месяц, соответственно, умножьте на 12. Вот вы получите, что порядка 70-80 тысяч посещений есть за год. Я реально думаю, что на русскоязычном пространстве, да, вот тоже интересная цифра, смотрите. Я, мы поставили для чтения онлайн, вот Шулхан Арут, который пили на русский язык. Смотрите, на сегодняшний день эту страницу посетили больше 13 тысяч человек. Вот мое ощущение такое, что есть порядка 15 тысяч человек, которые, которые слышали, интересуются этой тематикой на русскоязычном пространстве. То, что касается всего мира, я думаю, что это цифры порядка, порядка 50-60 тысяч человек, с которыми, которые реально слышали о нас, и которые находятся с нами как бы в связи. Потенциал, потенциал, потенциал очень большой. Очень надеемся, что мы его осуществим. Окей? Смотрите, у вас вопросов нет, у меня снова достаточно много вопросов, понимаете? Я хочу с вами поделиться своими собственными вопросами. Не странно, что у вас есть вопросы. У меня их самого очень много. У меня их самого очень много. Мы вам ответим, расскажите, в чем вопрос. Смотрите, наверное, вы в курсе, да, есть вот, я не хочу сказать конфликты, да, но есть вот как бы, есть противостояние двух видов, как я вижу, да. Противостояние как бы в еврейском мире. Есть те, которые, я думаю, все-таки их меньшинство, которые как бы постулируют достаточно цинично, я бы сказал, формы, но достаточно понятные, очевидные. Такую достаточно понятную тезу о том, что вообще евреям нечего вообще туда лезть. Не евреям слеха, не евреям туда вообще. То есть еврейство, вообще нечего лезть. Вот, друзья, учили, что-то... Да, вообще заниматься торами, заповедями, вообще все эти разговоры. Да, вообще, да, не надо. Идея такая, знаете, такой мультфильм был в мою быту, называется «Баранкин, будь человеком». Баранкин, будь человеком, вот в детском саду тебя научили, «Люби папу, маму». Потом дальше сказали «Не воруй, соседи не обижай, к чужой жене не бегай». Ну вот, у тебя есть как бы этот самый, но что тебе еще надо? Вот это как бы одна штука, да? Понятно, что, на мой взгляд, это такой вот подход, он больше отражает как бы желание людей на самом деле самим залезть. Только не в ковчег, а в некий такой погреб, бомбоубежище. Отгородиться от всего мира и сказать «Ребят, я в бомбоубежище, вот у меня есть как бы, у меня есть своя ограда, у меня есть свои законы, я вас не вижу, я вас не знаю, максимум, что я хочу, вы меня не обижайте». «Все, дайте мне жить спокойно своей жизнью». Ну, как бы понятно, что в современном мире, да, и мы это видим, что если бы это действительно такое было желание Всевышнего, наверное, мы тогда, не дай Бог, и как бы и государство Израиля не существовало бы, и как бы Иерусалима не существовало, и как бы не было этого вот огромного знания иудаизма, и сионизма, и еврейства, которое распространяется по всему миру. Потому что, по-видимому, по-видимому, это просто не выдерживает проверки времени. Есть еще одна, да, вот уже как бы более сфокусированная точка зрения, Раванберг, уважаемый как бы Равин, его последователи, которые хотят, которые говорят, «Давайте сделаем так, вот неевреям надо соблюдать очень четкий наборчик из семи заповедей, да, и все, и все будет отлично. У нас 613, у них 7, и так мы продвигаемся». На мой взгляд, на мой взгляд, это уже как бы не бомбоубежище, это не как бы вот такое ограждение, но я сейчас говорю как бы мои собственные мысли, да, поскольку как бы это некоторый вопрос, мой вопрос, на который я сам себе отвечаю. Но как бы декларирую, тем не менее, перед вами. Но тем не менее, мне представляется, да, что вот эти люди, они сужают задачу. У них есть какая-то своя конкретная задача, а именно, чтобы все выполняли заповеди. Евреи выполняют заповеди 613, неевреи выполняют 7 заповедей, и все. И для того, чтобы вот, как я понимаю, да, их точку зрения, для того, чтобы нам продвигаться вперед, да, они должны делать вот то, что им сказано. Вот это вот делать, и все. Ну, понятно? Теперь дальше, смотрите. Я думаю, что продвижение евреев и неевреев, оно невозможно без некоторой синхронизации. Оно невозможно без некоторого диалога. Оно невозможно, когда-либо, да, первый случай, еврей говорит, сидите у себя, и все. И только не мешайте нам. И в случае, когда говорят, вот, делайте 7 заповедей, и все. Но при этом понятно, что духовные запросы не евреев, они гораздо выше. Люди хотят знать, люди хотят понять. Люди для этого... Мы тут у нас программа, мы тут стараемся, да, поэтому давай заканчивать. О, какие? Нет проблем. Основные, да, основные пункты я вам рассказал. Последняя фраза такая, что Брит Олам отличается от других тем, что он занимается диалогом с неевреями, с теми, которые хотят дне и ног. Он уважает их духовные запросы, он понимает их жизненные потребности, он старается их слушать, и он старается их оформить в русле еврейской традиции. Я думаю, так мне представляется, это действительно правильный путь. Окей? На этом мои вопросы закончились. Дарву, пан Ленатом. Дарву, пан Ленатом. Спасибо Ерусалиму. Поэтому сейчас Натом остается с нами на службе. И слово представляется нашему главному гостю, Раву Югойу. Я поворачиваю камеру, с твоего позволения. Раву, пан Ленатом. Вот, пан Ленатом, следующий раз, сказать, на наших дешевых. Все. Я хочу представить нашего главного гостя, Рава Беринбойма. Ну, первое и главное, что он учитель, товарищ Уамрыш. Я учился у него 22 года назад. Я учился у него 22 года назад. И он, так сказать, благодаря ему, я сижу среди вас, он учил у меня, как быть раввином за границей. Я не думал быть ни за границей, ни за раввином, ни за раввином за границами. Значит, Равир Моэм возбавляет организацию, которая посылает раввинов во весь мир. От Чили до Австралии. Мы учили до Австралии. Равир Моэм был главный раввин Урубая. Мы прошли Урубай. Это государство, может быть, далекая от нас, очень важная, дына, ровками, там, ровно, 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 ровно. Равир Моэм был главный раввин общины Турина в Италии. Турина, у кого фиат есть? Есть у кого-то фиат тут? Были. Были, продали? Да. Фиаты делают, Равир Моэм, кошер на фиат. Да, подракуши за кошер. А вот мы. Нет, чтобы дизельный дизельный смешивался. Тут есть люди, которые мне нравятся смешиваться. Не будем показывать пальцем. Есть еще один такой в Германии. Равир Моэм пишет во многих газетах израильских, которые были в Ним, Рим, Маоэм. Равир Моэм отвечает за женскую сторону. Хрейта Цаданши. Когда я учился, у меня еще не было жены. Меня взяли как исключение. Сказали, что если не женишься, мы тебя не выпустим. Пришлось жениться? И там были дни, когда жены съезжались. Я делал видишь, что ничего не происходит. С моей стороны некому надо приезжать. У нас было два человека, которые там тогда не женились. Я еще один Равир Моэм, Равир Моэм, он Равир Моэм в Италии. И мы обоженились. Мы задержали слова Маду, но на Горатэ, но сейлозы. Мы задержали слова Маду, но на Горатэхан. Мы задержали слова Маду, но на Горатэхан. Мы задержали слова Маду, но на Горатэхан. Иерусалим приезжает к вам в виде аппетита Хаммера, аппетита Берман, Я, Зеев, поэтому Иерусалим пришел к вам в Дешкавице, как это неинтересно звучит. Иерусалим приезжает к вам в Дешкавице. 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 Иерусалим приезжает. Иерусалим приезжает к вам в Дешкавице. 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 Про которую мы будем читать в этой недельной главе, Вторых, после завтра, в Субботу, все приходят. Вы знаете, что большая вопроса, как мы говорим в Европе, это вопрос о миллион долларов. Это вопрос о том, что человек. Все мы знаем, что самый интересный и не разрешенный вопрос, как Градный ветер, вопрос о миллион долларов, что такое евреи? Кто это такой? Я не вопрос о том, что кто-то ездит, это вопрос индивидуально. Я сейчас вопрос о коллективе, не кто-то ездит, а кто-то ездит, а кто-то ездит. Я уточню, мы не спрашиваем, кого называют евреи? По маме, по папе, по соседу, по берегу. Мы спрашиваем общий вопрос, кто-то он коллектив, и в рейске на решетах, это такие люди. В Торах, в Паршаде, в Итханан, он на альшелах. В Торах, в Итханан отвечает на этот вопрос. Он говорит в Торах, «Ки-ям Кадош, ата л-Ашем Мелокех». Потому что ты садатой народ, Господу Богу Твоему. Почему? Потому что тебя, Браха, тебя выбрал Господь, что из всех народов быть особо избранными народами. В Торах, в Итханан. В Итханан. В Итханан. В Итханан. что нам Итханан не говорили, что мы, Баха, не говорили, что он более богат, или более богат, чем мы, Баха. Наша святость, не в том, что мы лучше других, или круче других, или выше. Мы вообще это не избрали. Это не наш выбор был. Но причина святости на Ашан она потому что Бог, так крыло, не спросил нас. В другими словами, святость и резко, она не человеческая святость, она не человеческая святость, она не человеческая святость, что он не имеет никакого святость, но она будет высшими правами. Но в Итханан, в Итханана, в Итханан, говорит еще раз. Не говорите, что вы зверху, не вернуNet из всех comm. У святость им в деревне. Но просто без трех на земле. И в Итханане. Зверху вас, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Я повторяю, ненескоп, но человек, если есть мир, то куда они нас поведут, туда мы пойдем. И любое мусорство, враждебное против Израиля, можно при концентрации мысли разрушить это мусорство, это люди, и из этих мусорцев сделать так, чтобы оно было воплояемо и любимо Израиля. То, что нужно технология Израиля в Африке могут использовать это, чтобы весь ядерный потенциал, который направлен на человечество для уничтожения, он работал для человечества, а евреи этим ядерным потенциалом, который ввели нас к вещам ускорбить будущим. А мы готовы, свои шеи подожди, я думаю, все оказываются, мы готовы, нас нужно ввести, как ведут кошку, собачку на поводке. Я видел в Румании, думаю, идет колясочка. Да, я думаю, не нравится, я посмотрю, я посмотрю, я посмотрю, а там собачка. Костюмчики, думаю, да, шляпочки. Она одетая, я посмотрю, сейчас была хобачка. Думаю, да, насколько нужно было хозяину себя унизить, присоединить, может быть, другое слово, в свой ум собачек. Он унизился, чтобы приподнять. И она даже учитела говорить, у меня был друг. Он говорит, заходи, Миша, я тебе сейчас что-то скажу. Он зашел, я зашел в Монсус, и он собачка говорит, а ну, бой. Собачка сказала, он плать в Монске, и начал петь. Потому что сам музыкант, и какой-то песни он вернулся. Я думаю, что мы не унижаем свои зеркалки. Я даже разговариваю, если всем ядов евреев, но учатся потенциально у них. И поэтому, мы благодарны этому правилу, где ему он уже оплачистывает. И я рад, что он нарушил братья. Потому что его истинная религия, а я не согласен с этим словом, вера на форца объединена, и нет никого, кто правил одного, оно не должно работать, как мы молимся после Уголовской жизни. Когда все гречи с земли призвались и поют, чтобы перед тобой следовали, наконец, по-другому именем, только такое именем, и больше не кременем. Сейчас мы не знаем, кому. И мы надеемся, что вы, что евреи, весь свой потенциал, который Бог им дает, и даже не будет давать, используют для того, чтобы наконец-конеч мир был во всем мире. Чтобы ушли болезни, голод, нервы, злова. Чтобы мы, как сейчас, всегда улыбались друг другу, были раскрыты, как финансово, как духовно. Чтобы все которые были раскрыты друг к другу. И слушаем вчера, когда он сказал, в детской фильме, он говорил, что если человек будет ясно, 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 отделять от него, это проблема души. Но мы не знаем, что мы одна душа. То, что душа, это вот для меня это тяжелое, еврейка, голова высшая стоит, в материале нашим, в самом деле, я говорю, что там, в голова стоит, но высший мир, и голова склоняется, и перевязывает безъедет, если поедет, такая голова, такой институт, как голова, она опустится, и не весь перевязывает. Пусть он не прям свистит, пусть он так болеет, но нет, голова опустится, не же безъедет, и перевязывает. Поэтому, мы согласны, и хоть и верим, что, как и евреи ждут, мачеха, то это будет, не знаю, система, или горе, или человек. Это уже не моё, не море, но может, можно мне не воспринимать, то, скорее всего, я согласен, что это будет система. Возвращение к этому, очень-очень к этому, и мы унаследуем то, к чему и встретимся. Возвращение к этому, спасибо. Спасибо. Спасибо за Миша. Пусть? Пусть? Пусть не Кунает. Тебе, я говорю за Миша, что я, тоже хорошее, я тоже шофе, Субтитры делал DimaTorzok Я уверен, что вас можно хвалить, и это не отменяет, и получит награду. Доброе утро! Жду вам благословения мира из Иерусалима. Вы исключительные люди, наделенные способностями видеть далеко. Вы понимаете, что счастье как отдельного человека, так и всего человечества, зависит от того, что реализуется завет, который творец заключил с людьми в самом начале истории и навечно. Мы благодарны вам за то, что с вашей помощью мы можем исполнить роль, которую Бог возложил на нас, быть народом, который донесет его слово другие народы. Вместе мы освящаем имя Небесного Семена. Вместе. Да пребудет с вами Господь во всех ваших делах и сделает ваш путь успешным с любовью, рабу решерки и Иерусалима. Спасибо. 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 Будьте. Будьте. Спасибо. Будьте. 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 Продолжение следует...